Анатолий Карибов Собновят свою деятельность предприятия площадью до 400 квадратных метров, работающие в сфере услуг, продовольственного комплекса и торговли непродовольственными товарами. Но при этом масочный режим все еще сохраняется так же, как и необходимость соблюдать социальную дистанцию. Несколькими днями ранее в Махачкале открыли для посещения парки, скверы, открытые стадионы, пляжи, площади и бульвары. Теперь официально разрешено совершать прогулки по одиночке и группами не более двух человек. Однако установленные правила, как и ранее, готовы соблюдать далеко не все. Раньше за нарушение режима самоизоляции грозил административный штраф. С сегодняшнего дня также официально разрешено проводить совместные занятия физической культурой на открытом воздухе. Делать это могут не более пяти человек, соблюдая дистанции в полтора метра друг от друга. Напоминаем, что республика будет снимать ограничения постепенно в несколько этапов. Новые кадровые назначения в правительстве Дагестана и администрации главы республики. Инсав Хайрулин назначен заместителем председателя правительства Дагестана. Ранее он был исполняющим обязанности вице-премьера, а ныне утвержден в этой должности. Кроме того, заместителем председателя правительства Дагестана назначен Анвар Халилов. Еще одно кадровое назначение произведено в администрации главы и правительства Дагестана, где временно исполняющим обязанности начальника правового управления стал Хайбула Молочилов. Помощь погорельцам в размере миллиона рублей. Такую сумму для пострадавших всего за сутки собрал благотворительный фонд Инсан в Табасаранском районе. Пожар произошел 12 июня утром в селении Сиртыч в семье Алиямсетовых. В доме находился полуторагодовалый ребенок, которого не удалось спасти. Мать и другой ее ребенок в возрасте двух с половиной лет получили ожоги. Сгорел дом и все имущество. Жилище было куплено полтора года назад. Долг за него семья еще не погасила. В связи с этим благотворительная организация объявила и уже собрала необходимую сумму для оказания погорельцам первой помощи. В ближайшее время деньги передадут пострадавшим. Вот уже 10 лет в июне отмечается Всемирный день донора. Вклад доноров в дело спасения жизни людей неоценим. В этом году Республиканская станция переливания крови вновь провела акцию по привлечению доноров. О том, как прошел этот день в Махачкале, в сюжете Замрут Гамидовой. Сдай кровь, спаси жизнь. Для неравнодушных людей это не просто девиз, а призыв к действию. В Республиканской станции переливания крови врачи ожидали тех, кто не против, поделиться частичкой себя и дать шанс другому человеку на выздоровление. Несмотря на непростую ситуацию с COVID-19, поучаствовать смог каждый желающий. Это важно, я считаю. Помочь, если есть возможность помочь, надо помогать. Сюда приходит много молодежи. Еще утро, а уже около ста ребят ждут своей очереди. Сейчас давать кровь можно и нужно, так как в связи с пандемией резко сократилось количество доноров, не только в нашем регионе, но и по всей России. Долгое время люди боялись приходить, а многие из постоянных доноров сами заболели. Служба крови в этот период пандемии на себе почувствовала, как тяжело, если вот такой период наступает, на 50% стало меньше доноров. Мы очень благодарны донорам, волонтерским движениям, что они смогли в этот тяжелый период нам организовать донорство. Именно в этот период были проведены беспрецедентные меры безопасности. Мы, переболевшие COVID-19, основным донором, мы определяем сейчас антитела и стараемся отводить его, если он на антиковидную плазму сдает, через 14 дней принимаем, если нет, мы ему сейчас отпишем медотвод на месяц. Организм полностью не восстанавливается. Среди дополнительных организованных мер безопасности термометрия, осмотры и консультация врача и использование средств индивидуальной защиты. Многие здесь бывают регулярно, зная, как часто нужна донорская помощь для спасения жизни людей. Наталья Нурзинова – почетный донор. Она уверена, что ее поступок послужит примером для многих. У меня мама была почетным донором, и мне всегда это нравилось, какую-то помощь оказывать, благотворительность. Также я привела своих детей сюда, и сына, и дочь, они тоже сдают кровь. Ну, я считаю, что это очень, мне очень помогает и в здоровье, это и каждые полгода обследования проходишь, и как-то организм в тонусе держится. Сама донация – безболезненная и в то же время полезная процедура. По статистике, доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, но каждым из них движет не это. Помощь другим – вот главная причина. За период карантина на станции была большая нехватка всех групп крови, и в связи с этим нам нужно было пополнить запасы. Поэтому и мы привлекали побольше людей. Суть акции была популяризация донорства и его компонентов, и увеличение запасов крови. Мероприятие объединило сотни горожан, а после наверняка их список пополнится. Но начать делать добрые дела можно не только значимые даты. Станция переливания крови работает круглый год. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. А в станции переливания крови подбираются доноры из числа переболевших коронавирусом. Создается база лиц, у которых имеются антитела коронавирусов для лечения тяжелых пациентов. Уже заготовлено порядка 28 доз плазмы. Тест на наличие антител пройдут и медики, работающие с больными. На сегодняшний день донорами уже стали 569 человек. Перед коллективом станции переливания крови сейчас состоит задача по подготовке плазмы от переболевших коронавирусом. Для лечения тяжелых пациентов. Земля высыхает, посевы умирают. Дачника микрорайона Кривая Балка Кировского района Махачкалы перекрыли воду. Они устроили несанкционированный митинг. В проблеме разбирался наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Это один из дачников садоводческого товарищества «Бытовик». Магомед жалуется, что большая часть посевов у него пропала. Земля затвердела, овощи сгнили. Все это, по его словам, не за недостаточного полива. Воду, говорит, подавали с перебоями. А 10 июня его все полностью перекрыли. Пенсионерка Любовь Амарова только в этом году уже три раза посадила огурцы. Толку никакого, ничего не выросло. Пожилая женщина с мужем-инвалидом не в силах самостоятельно поливать огород. Я сажаю, смотрю, у меня морковка вообще посохла. Семь штук вылезло и все. Я не могла поливать. А мне бегать с лейкой очень тяжело. Там воды вообще мало, только для питья. И приходится их вообще не поливать. Но это же мой напрасный труд. Чтобы выразить свое недовольство, у главного дачного офиса бытовика собрались десятки людей. Они возмущены тем, что несмотря на оплату налогов и долгов, воды так и нет. По их словам, ответственные за подачу воды на их участке муниципальное унитарное предприятие «Садовник», которое относится к ведению администрации Махачкалы, не выполняет свои обязанности. Они палец о палец не били, кроме как трубы порезали. Больше они ничего не сделали. Уже куда только не обращались. И прокурору, мол, чё, никому ничего не надо. Наш МУП, который должен нам помогать, он нам не помогает, а вымогает. Он хочет повысить оплату воды. А за что? За то, что мы должны были с мая месяца, даже с конца апреля получать воду, а мы ее получаем вот через раз. То воду дали, то воду перекрыли, то заварили. По словам садоводов, они регулярно оплачивают за воду своим председателям, которые в свою очередь передают эти деньги ответственным за ее подачу на участке. Вот 15 лет МУП садовнику я оплатил примерно 78 тысяч. В 2019 году, за 2019 год, этому МУП садовнику я заплатил 110 тысяч с двух общества. Получается по 500 тысяч с каждого общества. Сейчас какие у них требуют? Теперь они требуют, что 100% будете платить. Это получается примерно, если у меня 600 участков общества, умножаете на 600, это около 400 тысяч. Меня это не устраивает, поэтому я не буду заключать договоры. Почему я должен не выгодных для меня, для моих талантных условий заключаться с ними договоры? Правильно? По новому договору в этом году тариф за поливную воду поднялся на 82 рубля. Если в прошлом году хозяин одного участка платил 560 рублей в год, то в этом году он должен будет оплатить 642 рубля. Помимо повышения цен, председателя не устраивает то, что теперь надо будет платить налоги не только за поливные участки. До сих пор было за поливные участки. Вот у меня в обществе, допустим, 100 поливных участков, вот они сказали 500 с каждого участка, вот 500 умножая на 100, 50 тысяч я платил. До сих пор было. Вот с этого года они говорят, что вы будете за все поливаете, не поливаете, вода есть, нет, за все будет. Мы так решили. В похожую ситуацию попал председатель двух других садоводческих товариществ – коммунальник-двайдорожник. На его территорию вода также не поступает уже более двух недель. Хотя, по его словам, за два предыдущих года он оплатил МУПу более 500 тысяч рублей. В 19-й год МУП-садовник у меня взял 40 тысяч рублей. 40 тысяч. И МУП-садовник у меня взял 200 тысяч рублей. Вот кифтанция. Получается, за 19-й год 240 тысяч рублей, да? Да, 240 тысяч рублей он у меня взял. Сейчас они кричат на собрание, там собрание было до вас, кричат, что это фиктивные кифтанции я где-то нашел и показываю. Якобы отчитываюсь. Я не отчитываюсь ни перед кем. Пусть любой человек, пусть проверяет, у меня все документации на месте. Представители МУП-садовник не отрицают, что выплаты дачниками были произведены. Однако не полностью. Помимо долгов с ними не был заключен договор на этот год. С 15 марта, с 15 марта, все председатели, находящиеся в этом микрорайоне, они все были уведомлены, чтобы они заключили договора, так как с 15 апреля, бывает, начинается поливной сезон. Большее количество председателей, они как бы пришли, заключили договора. Эти председатели, которые остались, которые в Суласской зоне, они как бы просто провоцируют людей и не хотят, просто не хотят заключать договора и не хотят погашать старые долги за прошлые года. Мы каждую неделю с ними проводим работу, каждую неделю мы просим, чтобы они пришли, поговорили, чтобы мы поняли друг друга, чтобы мы как бы все вместе решили общими усилиями. Но в тот же момент каждый раз он приходит с разными дачниками, каждый раз с разными людьми, и каждый раз уходит разговор, остается ни о чем. В связи с этим нам пришлось временно приостановить подачу воды и отключать до этого, как бы мы там, там не то чтобы отключили, там просто ее перекрыли за движки. Вот, и пускай заключают договора на 20-й год. И после этого уже будет полным ходом вода предоставляться. Представители администрации Махачкалы также объяснили, что налог возложили на все участки только потому, что председатели дачных сообществ не предоставили полный список земель, где вода для полива требуется, а где не требуется. А причину поднятия тарифа на 82 рубля в год они объяснили тем, что эти средства в первую очередь пойдут на приобретение технического оснащения, покупку мощных насосов и на самое главное замену старых труб, которые здесь были проложены еще в 80-е годы. В этом году, если мы не начнем потихоньку замену этих труб, то в следующем году эти трубы просто рваться будут. Хотя сейчас даже момент, что мы поставили новый насос на Сулагскую зону, уже здесь от трубы рвутся, потому что они очень тонкие. Да, они не выдерживают давление. Людям население прибавляется, людям нужно давление, а они поставили насос больше, а трубы не выдерживают. По словам местных жителей, противостояние между председателями садоводческих товариществ и МУП «Садовник» продолжается уже более 10 лет. Кто кем манипулирует, а кто кого шантажирует, остается неясным. Но известно одно – страдают обычные люди, которых в этом микрорайоне уже более 20 тысяч. Жители надеются, что выяснением ситуации и разрешением проблем с подачей воды и других коммунальных услуг займется не только администрация города, но и следственные органы. Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем бывшего председателя Госсовета Дагестана Магомеда Ли Магомедова. Знаменательную дату Аксакал дагестанской политики отмечает сегодня. Президент России отметил его вклад в укрепление мира на Северном Кавказе и пожелал Магомедову доброго здоровья, бодрости, духа и благополучия. С юбилеем экс-главу Дагестана поздравил и Владимир Васильев. Руководитель региона подчеркнул, что для республики является гордостью то, что Магомед Али Магомедов сегодня находится в строю и всегда может дать совет и помочь в трудной ситуации, исходя из своего богатого опыта. На территории исторического парка «Россия. Моя история» в Махачкале планируется установить указательный столб с названиями городов-героев, получивших почетное звание во время Великой Отечественной войны. Вершину столба высотой в 5 метров будет украшать пятиконечная золотая звезда с надписью «75 лет». Всего будет 13 стрелок с названиями городов-героев. Они будут размещены с приблизительным разворотом в сторону города, на который указывает. UFC объявила дату следующего поединка забита Магомед Шарипова. 29 августа дагестанский боец проведет поединок с мексиканцем Яиром Родригесом. Победа над пятым номером рейтинга позволит нашему спортсмену получить право на чемпионский бой в полулегком весе. Первый этап подготовки Магомед Шарипов проводит в горах Гунипского района республики. О месте, где пройдет предстоящий турнир, пока не сообщается. Напомним, что в UFC дагестанец идет на серии из шести побед. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok